Партнеры программы. Садовый центр «Садем». «Садем» – главный по огороду. Продукция собственного производства «Биэм и Вон». «Садем» – главный по огороду. Продукция собственного производства «Биэм и Вон». «Садем» – главный по огороду. Продукция собственного производства «Биэм и Вон». Сейчас очень важно следить за рассадой, потому что рассада иногда может заболеть, захворать. Надо ее подкормить обязательно, потому что есть для этого специальные препараты. Кто-то высаживает в теплой теплице, а можно ее закалять, кстати. Можно ее вытаскивать из дома каждый день. Вот утром выносим в теплицу, допустим, если есть где тепло постоять, а вечером заносим, потому что ночами все-таки еще холодновато. Но если у вас теплая теплица, можно и высаживать. А мы будем сегодня закалять. А у кого нет теплицы, можно выставлять на балкон, закалять на балконе, потому что не у всех же рядом огород. Можно парничок сделать, если вдруг, правда, теплицы нет, балкона нет. Парничок сделали, клееночкой накрыли и, пожалуйста, закаляйтесь. И обязательно отслеживать ее на предмет болезней каких-то насекомых, ненужных для нас, которые тоже любят нашу рассаду. А мы начинаем. Это барышня-крестьянка Марина Кристина. И мы начинаем. У нас сегодня не совсем обычная передача. Я сейчас одна, потому что мы с Мариной решили разделиться. И лично я отправилась любоваться красотой и искать ответы на ваши вопросы. Про все самое красивое. Это же травинка, надеюсь? Да, да. А как в таком количестве цветов можно уследить, чтобы не было травы везде? Прополка делается она с самого начала. Когда они небольшие, ее видно хорошо. Она же не такая густая получается. Ее и траву хорошо видно. А потом, когда уже сам цветок развивается хорошо, и он уже и траве не дает расти. Он ее давит. В теплице у Олега больше 30 тысяч растений. Он занимается выращиванием цветов больше 15 лет. Нет, просто они выглядят очень опасно на самом деле. А трогать их можно? Или это для них опасно? Можно, конечно. Или для нас опасно? Такое огромное хозяйство. Как вы со всем справляетесь? Справляемся. Не без труда, надо сказать. Ну, как говорится, время и труд все перетрут. Это целозия перистая. Тоже цветущая однолетка. Вот таким образом она подцветет. Единственное, что со временем у нее потом гребешок будет больше. Он нарастает в боков и будет примерно вот в таком виде. Как выбираете, что посадить в свои теплицы? Смотрим на внешний вид, прежде всего. Какие цветы могут порадоваться человека. Внешним видом, который будет привлекать. И надо будет смотреть на те цветы, которые могут вынести наши климатические условия. Они должны быть устойчивы к ветрам сильным. Должны быть устойчивы к перепаду температуры. У нас порой и летом бывают заморозки. И в июне снег выходит. И жарко бывает резко. Как вы добиваетесь вот этого баланса между листовой массой, корневой, цветочком? То есть это чем? Подкормки какие-то, не знаю, специальная земля, удобрения или вот чем? Цветок – это такой же живой организм, который требует питания определенного. У него должны быть, естественно, различные витамины, какие-то там, так далее, добавки. Прежде всего, это корневая, внекорневая подкормка подается на различные. У них смысл один и тот же. Единственное, что питание в разной методике делает. И в разные периоды, к примеру. Это основные макроэлементы, микроэлементы должны быть подаваться, соответственно, с различной периодичностью. Через неделю, через две недели, через месяц и так далее. Все зависит от развития самого бутона или самого растения. Если мы видим, к примеру, что листовой массы недостаточно, значит, необходимо подавать элементы, которые отвечают именно за это, чтобы нарастала листовая масса. Если мы видим, что нет бутонизации, значит, надо подавать, соответственно, препараты для того, чтобы развивались бутоны. Цветам нужен хороший уход с подкормками и обработкой от болезней и вредителей. Температура в помещении должна быть стабильной. Цветы необходимо регулярно подкармливать. В подкормках чередовать нужно микро- и макроэлементы. Пробу новых препаратов лучше делать на отдельных растениях. Совет, наверное, будет такой, чтобы, если не уверен в каком-то, допустим, моменте, нужно выбрать экспериментальный момент, выбрать какой-нибудь один цветок и попробовать на нем препарат. Это займет время, конечно, до недели, к примеру, и так далее. Но, тем не менее, это, по крайней мере, будет гарантией того, что не испортишь всю массу. У меня в прошлом году был неприятный опыт, когда я использовал препарат от вредителей. Тля напала? Тля напала. Я попробовал препарат, очень сильный, на самом деле. По инструкции была указана определенная базировка. Мы ее использовали. И у нас в итоге весь перец, все плодоовощи, они у меня все сгорели. Ничего себе. Там несколько тысяч, да, очень обидно было на самом деле. Ну, вот такое бывает, да, даже несмотря как бы на опыт имеющийся. Почему решили заняться? Ну, это же не просто бизнес для вас, все равно это такой труд огромный, который, мне кажется, не приносит прямо вот больше труда здесь, нежели чем дохода какого-то. Честно скажу? Да. Меня заставляют, во-первых. Это не мой бизнес, это у меня жена этим занимается. Я здесь как чернорабочий. Вот мне надо печку запить, к примеру, дрова наколоть. Вот землю мне надо сейчас приготовить. Я поеду, сейчас вот землю привезу. У меня совершенно другой бизнес. Я этим вообще не занимаюсь. У меня вон там база строится огромная. А это и сам. Это если честно говорить. Это вы задарили жену цветами таким образом, да? Ну, ей нравится, у нее это получается, видите, у нее все цветет, как бы растет. У меня, к примеру, ничего не цветет. Как часто надо тут каждый стаканчик поливать? Раз во сколько? Если в жаркий период, то два раза в день. Два раза в день со стаканчиком? Это ты с утра начал, вечером закончил и опять начал? Да. Или как? Да. Серьезно? Ой, ну вот я не знаю, готов ли кто-то вот еще, наверное, вот просто себя полностью все цело посвящать огороду. Просто мы-то, судоводы, вот любители действительно в стране с вами. Потому что, ну вот вечером время есть после работы, полил, а тут бешеные силы, наверное, затрачиваются. Вы спите по три часа, по четыре, да? Да. И то периодами какими-то. Три часа не подряд. Не подряд? Не подряд. И как хватает сил? Когда-то отдыхаете? У вас есть какой-то период отдыха? Конечно есть, зимой. Ну зимой вы же в январе начинаете. Ну в декабре. В декабре вы только отдыхаете, да? Как вы здесь отапливаете эту огромную теплицу? То есть специально как-то заказывали, делали по каким-то... Да, мы смотрели по объему теплицы, по кубатуре, ту необходимую температуру, которую она должна нагонять. Здесь система довольно-таки универсальная, воздушная получается печка. И позволяет нам равномерно распределять теплый воздух по всей теплице. То есть если мы говорим, к примеру, о стационарной печке, ну типа знаете... Ну обогревателях, так сказать. Ну знаете, простая в народе говорят буржуйка, например, да? Там можно сделать дымоход подлиннее на всю теплицу, к примеру, так? Но она будет обогревать небольшую часть вокруг себя и небольшую часть. Там потока воздуха и вентиляции никакой нет. Это плохо. То есть здесь может быть жарко, там может быть холодно. Да, на базе раннего развития, к примеру, цветов и плода овощей, крайне важно поддерживать необходимую температуру. То есть мы говорим о температуре и развитии, когда у нас росток имеет уже 3-4 настоящих листа, температура может уже опускаться, ну не ниже 11-10 градусов. Тогда его развитие происходит без стресса для него получается. У него хорошо развивается и верхняя часть листовая масса, хорошо развивается нижняя корневая часть равномерно, без перекосов вправо или влево. Вот. И подобная печка, вот она как раз позволяет это делать. Она хорошо вентилирует воздух, она забирает холодный воздух сзади, выдувает теплый воздух спереди и таким образом по кругу она, получается, вентилируется и распределяет воздух. То есть мы смотрели температуру в разных местах, к примеру, там у нас стоит градусник в том углу, там сзади. И температура, она не превышала разницу в полградуса даже. Это очень хорошо. Ничего себе. Это хорошо. Ты заходишь сюда, у тебя здесь яркие цвета, ты заходишь, все цветет, пахнет. Вот ты видишь результаты своих трудов, что не зря не спал ночами и так далее. Вот этот момент только даешь. Когда продаешь и получаешь за это деньги, тоже тебе это более-менее радует. Мы сегодня в гостях и мы сегодня расскажем, как можно и нужно сажать целебные травы у себя на огороде, у себя в теплице. Это вот у нас, я так понимаю, расторопша-пятнистая, которая как раз в комплексном лечении при заболеваниях печени, гепатобилиарной системы. Это кукуруза. Она почему усадится рассадой? Потому что у нас в Сибири початки не успевают вызревать и не успевают это молочное волокно. Понятно. А вот это вот у нас, я так понимаю, бархатцы уже большие, больше, чем мои бархатцы. А бархатцы тоже помогают при заболевании? Да, это народные средства для цирроза печени. От цирроза печени. Ну-ну-ну, понятно. Заваривается. Цветочки по осени или в августе, как начинают цвести обильно, собираете, сушите. И, пожалуйста, всю зиму добавляйте в чай. Ой, красота какая, какая красота. И оно, это отличное средство. А вот это что за цветочки? Это хоризонтема. Ой, красиво, да, цветок. Я тоже добавляю в чаи, в заварку. Для иммунитета очень хорошо. Людмила – садовод с 20-летним стажем. Садит на огороде еще и лечебные травы. В аптеке это одно, а когда своя травка выращена своими руками, высушена, ферментирована и добавляется в чай, это, конечно, вкусно и здорово. Выращиваю корневой сельдерей. Ух ты! Вот корневой сельдерей, он идет только рассадой, потому что выращивается головками такими большими. Это тоже как народное средство. Это очень полезные овощи. Вот когда ночные похолодания идут, я специально дуги у меня, укровной материал, укрываю и все в сохранности. Да, 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 вот эти вот дуги, они помогают, чтобы не сбить рост цветка, просто вот закрыли, особенно когда ночные заморозки. Это, конечно, здорово. Это очень удобно для тех, у кого, конечно, сад, огород прямо под окнами. И минус ночью есть, и наливаете. Да, да, да. Температура, даже плюс два, плюс четыре все равно надо укрывать. В зависимости от слоя, или одним слоем, или двумя слоями материала. В садовом центре Садем представлен большой ассортимент укрывных материалов. Есть как специальное покрытие для того, чтобы не росла трава, растениям не вредили насекомые и птицы, так и те, которые спасут ваши культуры от перепадов температур и даже заморозков. Сейчас, в последнее время, многие стали постоянно держать свои саженцы под укрывным материалом. Это на луке, на капусте используют самый тоненький, номер 17-й. От луковой мухи, от морковной мухи и от капустной бабочки. Укрывный материал номер 17-й, он сам по себе очень тоненький. Через него хорошо проходит солнечный свет, через него хорошо проливать. И в то же время защищает от заморозков и от насекомых. Также представлены укрывные материалы всех возможных производителей и большой выбор по плотности. Как от самых тоненьких, которые не нужно будет открывать и закрывать, так и плотные. А если надумали брать, для вас в магазине действует акция при покупке бело-красного и красно-желтого укрывного материала от 10 метров. Подарок – мульча перфорированная. По предметам у наших покупателей, они так говорят. На цвела черемуха можно высаживать картофель. Значит, почва прогрелась. В нашем магазине представлен большой ассортимент картофеля. Белоплодный, желтоплодный, ранний спелый, средний спелый. Все сорта картофеля адаптированы к нашему региону. Посадив эти клубни, вы получите хороший урожай. Также для развития растений в садовом центре есть большой ассортимент удобрений и препаратов для защиты. У меня вот редис уже по второму разу идет. Салатики там вот все идут, уже зелень вовсю идет. Вот выращиваю ранний овес. Я тоже обратила внимание, ранний овес обязательно посажу. Бук, салат, овес добавляется. Овес, да, да, да. Вот эти ранние ростки, они же прямо полны этими витаминами. А потом, попозднее, конечно, оно как сидерат идет. Перекапывается и это удобрение для почвы. Он весь уже перлок, потому что когда он был маленький, вот такого размера, 5 сантиметров, он у меня ушел салатой. А сейчас вот просто я уже сидератом пойдет. А вкусно, наверное. Сейчас попробуем. Ну, вот он вот так, конечно. Он такой немножко жестковат, уже устану можно. Да, но все равно я вот где молодые прорусские, я выбираю и его использую в салат. Вот между помидорами посадила пекинскую капусту. Где-то уже в середине июня будут кочаны. Ух ты! А потом она убирается, пекинская капуста, помидоры рослыми становятся. Вообще, я хочу сказать, когда вот это все смотришь, это такое удовольствие, это такой покой, это такое умиротворение. Все-таки сейчас спасаться огородом, это, наверное, великое счастье, когда вот умеешь получать удовольствие от работы с землей. Когда все в огороде пышет, когда урожай, но у нас всегда урожай. У всех здесь соседи очень хороший. Да. Да. Ой, ну нагулялись сегодня, нагулялись, было хорошо. Я столько цветов красивых увидела, я столько, мне кажется, не видела никогда, но там так безумно красиво. И теперь наши телезрители знают все эти секреты, вот как правильно все-таки выращивать, ну, чтобы они цвели весь сезон. А вы что новое узнали? А я сходила, посмотрела, как выращивать дома на огороде целебные травы, вот, например, расторопша пятнистая. Расторопша? Да, это вот специальная травка такая для гепатобилиарной системы. И чем покупать, вот непонятно, какую траву в аптеке, конечно, можно и нужно обязательно выращивать ее у себя на огороде. И, конечно, пить ее в течение года, потому что все-таки печеночка наша тоже нуждается в подкормке. Мне кажется, много интересного сами узнали, телезрителям рассказали. А вы же ведь можете нас и к себе пригласить и рассказать нашим горожанам, что у вас интересного, полезного есть для горожан. Конечно, мы с удовольствием приедем, с удовольствием посмотрим, с удовольствием поучимся и покажем наши достижения и ваши. На сегодня была барышня-крестьянка. Мы с вами прощаемся, но уже на следующей неделе увидимся. Кстати, не забывайте высаживать вашу рассаду уже к концу недели, потому что уже, ну, пора начинать. Но только смотрите за температурой. Всем добра и здоровья! Марина, Кристина, барышня-крестьянка. Саден – главный по огороду. Все для сада и огорода в одном месте. Саден – главный по огороду. Все для сада и огорода в одном месте. Саден – главный по огороду. Продукция собственного производства «Биэм Ивон». Саден – главный по огороду.